Следующий вопрос. Говорит, если человек нарушил запрет Всевышнего Аллаха и все-таки посватался к девушке, к которой уже кто-то посватался. И потом вот эта вот девушка дала свое согласие второму, и затем они женились. То есть у них получился арт-бракосочетание. Таин, является ли вот эта вот женитьба действительно или нет? Почему возник этот вопрос? Потому что второй человек в своей основе не имел права свататься к этой девушке, так как к ней уже посватался первый. Но он нарушил запрет Всевышнего Аллаха и все-таки посватался к ней наряду с первым. И составил, что называется, ему конкуренцию в определенном смысле. И та девушка выбрала из двоих второго. Не первого, а второго. И затем они женились. То есть получается, что женитьба произошла на основании ослушания Всевышнего Аллаха и на основании перехода его запрета, его границ. Так вот, вот эта вот женитьба является действительно или нет? Говорит Джумхуруль-Уляма, аля анну я ассам аля санихи, уамазаваджи уфасахи. Первое мнение в этом вопросе, это мнение большинства ученых. Что человек, то есть второй жених, берет грех за то, что посватался к ней, несмотря на то, что к ней уже послался первым. Но если все же у них произошел брак, то этот брак является действительным. Потому что запрет касался именно сватовства, а не жениху. То есть то, что они женились, на это не было запрета из шариата. Но запрещал ему шариат лишь свататься к ней наряду с первым. Говорит Мамадабу Захирия, адаму снахати завач. И второе мнение в этом вопросе, это мазав за лимитом, то что этот брак является действительным. И третье мнение в этом вопросе, это мнение, также одно из мнений имама Малика. То, что если такая свадьба произошла, то есть такая женинга произошла, что если он еще не успел к ней зайти, то есть между ними не произошло полового акта, тогда необходимо расторгнуть их женингу. Если же он уже успел зайти к ней, и между ними произошла, что называется, брачная ночь, произошел половак, то в этом случае этот брат закрепляется, и его уже не нужно аннулировать, и нельзя его разрушать. Вот Сафима Камрю Джуму, говорит Шахамат Нахиза, из этих трех мнений правильным является мнение большинства ученых. То, что человек берет грех за то, что он посватывался наряду с тем, кто его уже опередил, берет за это грех, но если все-таки в процессе этого между девушкой и между вот этим вот вторым женихом произошла женитьба, и произошел арт-бракосочетание, то эта женитьба является действительной, является действительной с точки зрения шариат. Далее, следующий вопрос.